Всем привет, друзья! 24 марта у меня соревнования по стритлифтингу в Эстонии. Я поеду туда и надо будет всех надрать. Так я думал где-то, наверное, полторы недели назад. Прихожу я такой в зал и думаю, блин, подтягивания у меня все-таки на высоком уровне, всех порву, надо сейчас проверить свой максимум, какой на данный момент. Взял я 24 килограмма. Конечно же, я не помазал магнезией руки, обычно мажу магнезией руки, чтобы они не скользили, чтобы хват хороший был. Ну вот, взял я 24 килограмма и пошел подтягиваться. Чтобы вы понимали, наверное, где-то месяц, полтора месяца назад, до того, как я стал веганом, я подтягивался с гирей 24 килограмма 18 раз. 18 раз, понимаете, да? Это МСМК. Сейчас я взял 24 килограмма, начал подтягиваться и подтянулся, вы не поверите. 12 раз. Ладно, такой подтянулся и думаю, блин, ну может реально руки скользили из-за этого, типа так мало подтянулся. Но все равно в мозгу такой думаю, блин, писец я слился, из-за чего такое может быть? Ладно, на следующий день прихожу, беру 32 килограмма, хочу записать в истории, короче, либо там в ленту, ну просто видео записываю, короче, в инстаграм. И думаю, сейчас я сделаю где-нибудь 13 раз с 32-шкой, нормально будет. Как мы с блудом соревновались, когда я сделал 13 повторений с 32-мя, и он вроде бы столько же примерно. Вот. Короче, дичь какая-то. Я начал подтягиваться, подтянулся, знаете, сколько? Почти 9 раз. 8,5 будем считать. Писец. Я думаю, чё такое? Чё за фигня? На следующий день, ну не на следующую, там, на следующую тренировку, я узнал, что соревнования по стритлифтингу будут только с одним весом. 16 килограмм нужно будет сделать больше всех, и тогда ты выигрываешь в соревновании сотку евро. Вот. Я пошёл в зал и начал подтягиваться с 16 килограммами на максимум. С таким весом я подтягивался летом примерно, ну где-то 23-24 раза. Пришёл в зал, начал подтягиваться, я подтянулся всего лишь, всего лишь 16 раз. Это капец. То есть, это капец, ребята, на самом деле. Я сделал вывод такой. Короче, примерно полмесяца назад я нормально подтягивался. Помните, я снимал видос, что я типа веганом стал, там месяц прошёл, и у меня, в принципе, силовые не упали. Вот. А сейчас у меня силовые начали падать. Из-за веганства. Потому что мясо не ям. Вот. И, короче, фигово всё стало. Я не могу точно сказать, почему. Из-за мяса, либо из-за молочки, либо из-за чего. Непонятно. Как мы знаем, в мясе находится креатин. И креатин способствует вот как раз увеличению, там, водного баланса в организме, там, увеличению мышечной массы и так далее. Короче, аминокислоты и так далее. Но я теперь мясо не ем. И у меня силовые из-за этого, скорее всего, упали. Что я решил сделать? Я теперь снова ем мясо. Да. Потому что 24 марта мне нужно затащить соревнования и не опозориться. Вот. А если я не буду есть мясо, я опозорюсь. А мне нельзя опозориться. Короче, что можно сказать? Веганство офигенная штука. Это помогает во всех направлениях. То есть здоровье лучше становится, обмен веществ лучше. Все офигенно. Кожа налаживается. Там прыщи уходят. Все такое. Это очень круто. Но если вы спортсмен. И у вас как бы силовой вид спорта, как у меня, да? Стритлифтинг. То силовые будут падать. Я полагаю, что другие спортсмены в мире, да? Веганы, которые. Они употребляют много спортивного питания. Веганского. Которое помогает содержать все микронутриенты, элементы и так далее в организме. Чтобы мышцы все-таки росли. Чтобы сила не падала. А я никаких микронутриентов со спортивного питания не получал. Потому что я его не пил. Что я могу сказать? Форма у меня такая же и осталась. На веганстве она не слилась. Давайте посмотрим. То есть я выгляжу, да? Вполне нормально. Мощно, сухо. Жилистым и так далее. Но сила слилась. В этом большой минус. Поэтому я возвращаю мясо в свой рацион. А также буду есть побольше там фруктов, овощей. Просто чтобы стабилизировать там. Улучшать микрофлору кишечника. А мясо возвращаю. Потому что в мясе сила. Недаром это говорят. Вот. Короче, ребята. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Из-за чего у меня упали силовые. Возможно ли это из-за того, что я стал веганом. Или нет. Может причина в чем-то другом. А так, спасибо за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok